Лиссабонский трамвай Символ города, местная достопримечательность, узнаваемая почти во всем мире Но мало кто знает, что еще совсем недавно Лиссабон мог полностью утратить эти колоритные желтые вагончики Сегодня речь поет о том, как развивался и как выжил трамвай португальской столицы Зародился городской трамвай в виде конки 17 ноября 1873 года Первая линия связала вокзал Санта-Аполлония с центром города Вагоны запрягались мулами и следовали в основном по равнинной части города Колея была стандартная, 1435 мм Сеть принадлежала владельцам, основавшим компанию в Рио-де-Жанейро Из-за чего вагоны сразу прозвали Карро Американо, американские вагоны Довольно быстро линия стала популярной и вскоре последовало ее продление Позже началось и строительство новых линий Маршрут до Сантос был продлен в 1874 году до Белина А уже в 1878 до пригорода Альжес В том же году от линии по набережной появилось ответвление в район Росио Почти самое сердце города За ним в 1879 году последовали маршруты в Ларго-Дурату А в 1881 в район Анжус После перерыва в несколько лет с конца 1880-х Были введены в эксплуатацию маршруты в отдаленные пригороды Первым из которых был маршрут в Посу-Дубишпо в 1888 году В 1890 последовал длинный маршрут к северу от города В пригород Лумиар А в 1891 сразу два маршрута в пригороды Бенифика и Орейро Этими маршрутами конки уже освоили большую часть города Однако холмистая местность старого города Оставалась для конки недостижимой Особенно районы Алфама и Лапа Мулы просто не могли преодолеть такие крутые уклоны Да и сами линии не могли вписаться в городские улицы Из-за слишком большой колеи А также большого радиуса поворота Именно тогда назрело понимание Что конка это не универсальный вид транспорта Поэтому компания проводила эксперименты С аккумуляторными трамваями В 1887-88 годах Но этот вид транспорта оказался недостаточно надежным Поэтому с 89 по 92 между районами Кайжду-Содре и Белином был пущен паровой трамвай Который впрочем также отказался неподходящим Из-за своей неэкономичности и большого шума Сама система к 1882 году уже насчитывала два депо Первый из которых открылся еще в 73 в Санта-Амаро И существует по сей день А второе было открыто в районе Арку-Дусего В 1882 Интересно, что Лиссабонское трамвайное хозяйство Помимо нескольких сотен вагонов Вынуждено было содержать до 1200 мулов Для обслуживания людей в холмистой части города Другие частные компании, недолго думая, открыли линии уличных фуникулеров А также кабельных трамваев Линии фуникулеров имеют имена Элевадер де Лавра, Элевадер де Глория и Элевадер де Бика Они начали свою работу в 1884, 85 и 92 годах соответственно И работают до сих пор Именно эти линии впервые использовали колею в 900 мм Которая позже будет заимствована электрическим трамваем Но у фуникулеров было несколько недостатков Первый был в том, что вагоны не отсоединялись от каната И работали в связке друг с другом Второй минус фуникулера был в его скорости Которая была не слишком большой Ну и третьим минусом было то, что фуникулер не мог иметь длинные маршруты И оставался скорее локальным транспортом Поэтому параллельно с фуникулерами в строй стали вводиться и линии кабельного трамвая Которые за счет возможности отсоединения от каната Были более мобильными И позволяли организовать куда более извилистые маршруты Всего таких маршрутов было три И все они разрабатывались при участии инженера Раулия Минье Дюпонсара Отца лиссабонских фуникулеров Это были линии Элевадор де Эштрелла И Элевадор де Грасса Позже к ним присоединилась линия Элевадор де Сан-Себастьян Элевадор де Эштрелла имела длину в 1,7 километра Элевадор де Грасса была короче 750 метров А Элевадор де Сан-Себастьян и вовсе имела протяженность около 400 метров Колея у них у всех была стандартная в 900 миллиметров Примечательно, что последняя линия Элевадор де Сан-Себастьян Открылась в 1899 году А уже в 1903 была заменена электрическим трамваем Следует сказать также, что частные компании Эксплуатирующие фуникулеры и кабельные трамваи Недолго просуществовавшие отдельно В 1897 году объединились в одну юридическую структуру Которая, в свою очередь, позже была поглощена трамвайной компанией Сама же эта компания не сидела молча И не смотрела на развитие фуникулерно-кабельно-трамвайного конкурента А начала переговоры с городом об электрификации своей сети В 1894 году начался этап по перешивке колеи-конки С 1435 миллиметров на 900 Какая уже была на тот момент у городских фуникулеров и кабельных трамваев Ведь те, работая на узких улочках, без проблем вписывались в крутые повороты А еще сужение колеи осложнило тублирование конных трамваев амнибусами Которые наглым образом использовали рельсы как направляющие Для увеличения собственной скорости и плавности хода Тем самым разрушая трамвайное полотно Завершилась перешивка колеи в 1900 году А с 1897 был разработан план по электрификации лиссабонской конки Для этого франшиза компании и ее инфраструктура на 99 лет Были сданы в аренду недавно основанной компанией Лиссабон Электрик Трамвейс из Великобритании Которая в свою очередь являлась дочерней компанией Вернер Бейт энд Ко Недалеко от берега была построена электростанция Использовавшаяся трамвайным хозяйством исключительно для собственных нужд До 1951 года А 31 августа 1901 года По улицам Лиссабона прошел первый электрический трамвай Примечательно, что последняя конка прошла по городу Уже в следующем, в 1902 году А к 1907 сеть расширилась во все холмистые районы центра города В 1912 компания владелец фуникулеров и кабельных трамваев Была полностью продана компании электрических трамваев Что привело к замене двух оставшихся линий кабельного трамвая Элевадер де Граса и Элевадер де Эштрелла на электрический трамвай Кстати, линия до района Граса и сейчас имеет один из самых крутых трамвайных уклонов в Лиссабоне И один из тяжелых профилей пути во всем мире Интересно, что претерпели изменения и фуникулеры Которые перевели с автономных паровых машин На электроснабжение от трамвайной тяговой подстанции Через систему трамвайной контактной сети Период с 1907 по 1957 стал золотым полувеком в истории Лиссабонского трамвая После 1915 года некоторые маршруты в пригороды активно продлевались Например, линия в Альто де Сан-Жуан пошла в 1926 году В пригород Ажуду в 1928 и в Корниде в 1930 Были также и небольшие добавления в сеть в центре города В том числе завершенное в 1925 году соединение от Грассы до Авениды Альмиранте Рейс И в 1928 году был ликвидирован разрыв трамвайных линий Между площадью Луис де Камуэнс и улицей Консейсао в Байша-Помболино Эта линия имеет самый крутой трамвайный уклон в Лиссабоне В 1936 году компания Карис построила еще два важных расширения сети С одной стороны маршрут к кладбищу Прозерес А с другой также был устранен небольшой сетевой разрыв на кольцевой линии Между Камполиде и Сан-Себастьян Небольшие дополнения к сети были также сделаны во время Второй мировой войны Например, появился маршрут к Байру Аркаду Дусего в 1941 Можно сказать, что уже в 30-е годы была открыта трамвайная депо А протяженность сети к 1958 году составила около 160 километров трамвайных путей И 27 линий с 29 трамвайными маршрутами Включая целых 5 кольцевых линий и 10 кольцевых маршрутов Трамвай и фуникулер оставались в Лиссабоне Единственными видами общественного транспорта почти до 1944 года Когда к ним присоединился городской автобус Но даже он не смог пошатнуть такую могущественную систему Это смог сделать только метрополитен, открытый в 1959 Но тогда убрали лишь несколько линий, полностью дублирующих метро А большая часть трамвайной сети не только не пострадала Но и получила обновление вагонов Когда закупались не только моторные трамваи, но и прицепные вагоны А тарифное меню в Лиссабоне получило первые комбинированные билеты С возможностью бесплатной пересадки с трамвая на метро и обратно Ведь линии метро работали только в центральной части города А людей к центру подвозил именно трамвай За счет линий, уходящих далеко в пригороды В 1961 году состоялась первая экскурсионная поездка на трамвае После чего был запущен экскурсионный городской маршрут Но к 1970-м началась вторая волна сокращений Которая нанесла Лиссабонскому трамваю первый непоправимый урон Началось все со спонтанной замены Длинной пригородной линии до Альвалады и Лумиара Для продления метро в 1972 году была ликвидирована линия в пригород Арейро И в том же 1972 году компания-оператор признала трамвай неэффективным И устаревшим видом транспорта Анонсировав полную его замену на автобус уже к концу 70-х В следующем, 1973-м, были закрыты также протяженные линии в Корниду и Бенифику Интересно, что большинство пригородов по итогам замены трамвая остались без метро Незадолго до погромов начался топливный кризис Который сначала замедлил, а потом и вовсе отложил планы по ликвидации трамвая К тому же, после объявления независимости бывшими португальскими колониями в Африке В Лиссабон хлынула волна репатриантов Которые осели в пригородах Что потребовало расширения маршрутной сети автобусов И увеличения флота данного вида транспорта Поэтому свободных автобусов на замену трамвая просто не осталось Позже, после окончания топливного кризиса, встал вопрос о том, что же делать с трамваем Ведь он пережил энергетический кризис довольно стабильно Так, к 1976 году нанятые эксперты из Лозанны и Цюриха На протяжении четырех лет проводили исследования о дальнейшем будущем трамвайной сети После чего был подготовлен финансово обоснованный план Подразумевающий не только сохранение, но и расширение трамвайной сети города И при этом включавшие мероприятия по сокращению ряда расходов Но руководство города и транспортного предприятия План по обновлению сети применили не весь, а лишь отдельные его пункты Так, новые линии построены не были Закупка нового подвижного состава была заменена мерой по капитальному ремонту старых вагонов Многие из которых проходили этот капитальный ремонт уже по два, а то и по три раза Пункт по сокращению затрат выполнили весьма фривольно Отказ от кондукторов трактовали как ликвидацию прицепных вагонов Где пассажиров обелечивал именно кондуктор Оптимизацию расходов восприняли как закрытие одного трамвайного депо И ликвидацию некогда крупнейшего трамвайного узла на площади Россио Который еще в 1950-х мог принимать до 80 трамвайных поездов в час Хотя положительные моменты тоже были На вагонах наконец-то стали появляться автоматические двери После вот таких вот половинчатых мер сеть почти не менялась Но всего трамвайное хозяйство в ходе того погрома потеряло почти половину линий и маршрутов Трамвайное полотно по сравнению с 1960-ми было уже не отличного качества, а скорее удовлетворительного Трамвайные вагоны ветшали, их количество постепенно сокращалось, даже несмотря на капитальные ремонты Рост трафика личного транспорта вкупе с нежеланием обособлять трамвайное полотно Привели к тому, что трамвай на ряде улиц стал застревать в пробках и подолгу стоял Объем перевозимых пассажиров также стал падать и упал почти вдвое из-за закрытия популярных линий в пригород Но к 90-м состояние ряда направлений стало просто критическим Прождать трамвай по полчаса было нормальным явлением Однако город и перевозчик вместо попыток наладить ситуацию принялись делать то, что они умеют лучше всего Ликвидировать и демонтировать Так, с 1991 по 1997 год было ликвидировано третье трамвайное депо Закрыто почти 10 маршрутов, включая направление к вокзалу Санта-Аполлония С которого во многом и начиналась история Лиссабонского трамвая Кстати, метро к вокзалу придет почти спустя 10 лет после закрытия трамвая Теперь желтые вагончики можно было найти лишь в холмистой части города, на узких улочках, где даже не любой микроавтобус протиснется И где почти нет автомобильного трафика Оставшись с одним депо, пятью маршрутами и меньше чем сотней вагонов Оператор вложил все силы, чтобы провести реконструкцию оставшихся участков и самих вагонов Город перестроил с нуля, либо капитально отремонтировал остававшиеся на ходу вагоны Позже город закупил широкие низкопольные трамваи для обслуживания изрядно сократившейся линии по набережной Также была реконструирована контактная сеть, которая теперь в некоторых местах рассчитана как на штангу, так и на пантограф А где-то лишь под конкретный вид токоприемника Сейчас трамвай Лиссабона – это большая историческая достопримечательность В вагонах даже в вечерние часы пик яблоку негде упасть Люди фотографируются с трамвайчиком Местные жители используют его для того, чтобы добраться к себе домой от ближайшей станции метро И даже одну линию, закрытую в ходе погрома 90-х, в Лиссабоне все-таки восстановили Система кажется такой живой и цветущей И лишь пожилые лиссабонцы и немногочисленные транспортные историки Знают, сколько в этой истории было боли и слез Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok